Какие из перечисленных желез способны выделять пептидные и белковые гормоны? Парощитовидные железы, поджелудочные, семенники, гипофиз или надпочечники. Пептидные гормоны в нашем случае – это гормоны, молекулы которых являются либо пептидами, либо белками соответственно. Последние имеют... В прошлый раз, когда мы с вами включались, мы с вами говорили про стероидные гормоны. У нас есть гормоны пептидные, у нас есть гормоны стероидные. Вот какая у нас разница в этом все неделе. Именно пептидные гормоны, они у нас влияют на обмен веществ, на рост организма, то есть на какие-то вот жизненно необходимые к пептидным гормонам. У нас относятся все гормоны гипоталамуса, гипофиза, у нас относятся сюда гормоны поджелудочной железы, парощитовидных желез, гормоны щитовидки, гормоны плаценты, гормоны желудочно-кишечного тракта. Допустим, разберем некоторые гормоны. Мы уже с вами знаем, что у нас есть такие гормоны, как инсулин, у нас есть такой гормон, как глюкогон. Это вы прекрасно знаете. Соответственно, инсулин у нас понижает уровень сахара в крови, глюкогон у нас повышает уровень сахара в крови. Это все гормоны у нас выделяет желудочная железа. Соответственно, мы с вами прекрасно знаем, что после приема пищи у нас в организме выделяется инсулин. Соответственно, это гормоны, которые у нас также связаны с пищеварением. Также у нас есть, например, белковый прекрасный гормон, как соматотропин, который выделяется у нас гипофизом. Если помните, это гормон роста. Соответственно, очень полезен, очень нужен у нас для детей, для подростков. Также у нас сюда относится кальцитонин. Соответственно, этот гормон у нас выделяется щитовидной железой и влияет на отложение кальция в костях. Также у нас есть паратерин, гормон прекрасный, который у нас выделяется паращитовидными железами. И он снижает концентрацию кальция в крови, влияя на остеокласты. То есть тоже он влияет на кости на наши. Что ж, поэтому, вот зная всё это, мы просто, да, у нас вообще, в принципе, все гормоны делятся на белковые и пептидные, на производные аминокислоты и на стероидные гормоны. То есть если вы знаете, какие у вас гормоны стероидные, а мы помним, что стероидные гормоны у нас выделяются надпочечниками и выделяются половыми, как сказать, либо яйцеклетками, либо семейниками. Это как железы, которые у нас в зависимости от пола меняются, да. Все остальные гормоны можно, вот исключив стероидные гормоны и органы, которые их выделяют из данного списка, мы можем с вами точно сказать, что здесь у нас паращитовидные железы, поджелудочная железа и гипофиз выделяют у нас пептидные и белковые гормоны. Кстати, паращитовидные железы и щитовидная железа, у них расположение, они располагаются все в одном месте, да. То есть мы прекрасно с вами знаем, где у нас находится щитовидная железа, да, в нижней части нашей шеи. Можно, кстати, даже самостоятельно проверять состояние щитовидной железы методом пульпиации. Очень интересный метод. Чуть-чуть надавливаем, вот, на, как бы у нас есть такое место между ключицами, слегка надавливаем, не сильно, наклоняем голову вперед и сглатываем. Если вы не чувствуете болевых ощущений, с щитовидной железой у нас все в порядке. Если болевые ощущения есть, скорее всего, какое-то идет нарушение в работе этой щитовидной железы. Паращитовидные железы – это железы, которые у нас находятся как бы с задней части щитовидной железы. Это у нас от 4 до 6 небольших эндокринных желез, которые преимущественно, да, расположены на задней части именно долей щитовидной железы. Так, далее. Выберите процессы, происходящие в нефроне при образовании мочи. Секреция, лактация, реабсорбация, фильтрация, коагуляция. Так, мы вспоминаем с вами, что нефрон – это у нас структурная единица почки, и именно в нефроне у нас происходит вот это вот образование мочи. За счет чего? За счет, в первую очередь, фильтрации, реабсорбации. И какая третья? И секреция. Соответственно, правильные ответы А, В, Г. Выберите правильные последовательности прохождения пищи по пищеварительному тракту. Ну и, соответственно, вы можете прочитать подвздошная, тонкая, прямая кишка, глотка, пищевод, желудок и так далее. Коагуляция – это слипание, слияние коллоидных частичек и их выпадение в осадок. То есть коагуляция играет очень большую роль, например, именно в технологических, биологических процессах. Например, коагуляцию мы можем заметить при приготовлении пищи яйца. Когда у нас яйца начинают, например, мы варим яйца в яйце, у нас происходит вот этот самый процесс коагуляции, слипание частичек воедино, которые свободоплавающие частицы, они будут соединяться и выпадать либо в осадок при фильтрации, либо вот с объединением чего-то более плотного. Так, теперь давайте к нынешнему вопросу. Здесь у нас идет пищеварительная система. Если вы помните, пищеварительная система и само пищеварение у нас начинается в ротовой полости. Ну и потом при прохождении пищи через ротовую полость, при проглатывании, когда идет через пищеварительный утрат, пища у нас проходит, она, соответственно, подвергается тем или иным преобразованиям и обработке, можно так сказать. Какие-то вещества у нас всасываются, какие-то вещества у нас проходят дальше. Или же влияние каких-то пищеварительных соков, веществ влияет на нашу пищу. Значит, здесь у нас происходит мало того, что механическая обработка, так еще и химическая обработка продукта, которую мы употребляем. Если мы будем говорить о том, как у нас пища проходит и как она идет, то сначала пища у нас попадает из ротовой полости, да, уже полностью измельченная. Потом идет в пищевод, в желудок. Далее. Так, ВВД, да? Очень хороший вариант. Потом в двенадцатиперстную кишку, да. Далее она идет в тощую кишку, подвздошную кишку, в слепую кишку, в ободочную кишку. Вы это, в принципе, все с пищеварительного... Сейчас, когда вы проходили вот эту вот пищеварительную систему, расположение мы с вами уже знаем. После того, как пища проходит у нас подвздошную, да, кишку, после того, как она у нас проходит в слепую кишку, после этого она попадает в толстый кишечник, ну и потом идет в прямую кишку, соответственно, у нас идет выход пищи в переработанном виде. Да, в процессе пищеварения у нас какие-то вещества, да, всасываются в кровь, всасываются в лимфу. Но пища теряет еще, что всю жидкость, которая у нас также в кишечнике, всасывается. Ну и выходит, я думаю, каждый знает, в каком виде у нас выходит, соответственно, пища. Первое. Бактерии способны к передвижению с помощью жгутиков. Тюльпаны, рис, подснежники относятся к однодольным. Ваи папоротников являются сложными листьями. Каждая перышко ваи имеет собственный отдельный слой. Отделительный слой. Некоторые однодольные имеют жизненную форму дерева. Чешуя карася гомологична зубам рептилии. У любого брюхоногого моллюска имеется раклина. Голосовой аппарат человека и птиц функционирует аналогично духовым инструментам. Существуют яйца живородящей птицы. И безногие позвоночные встречаются не только среди змей, но и среди амфибий и ящериц. Бактерии способны к передвижению с помощью жгутиков. Конечно же, это верный ответ. Если мы помним, то у нас у бактерий существуют жгутики. Бывают бактерии с одним жгутиком, двумя, тремя и, соответственно, с большим их количеством. Но и бактерии передвигаются с помощью жгутиков. Так, далее. Тюльпаны, рис и подснежники относятся к однодольным. Да, действительно, всё это так. И тюльпаны, и рис и подснежники у нас относятся к однодольным растениям. Если вы помните, то тюльпаны и подснежники у нас относятся к лилейным. А рис – это в данном случае у нас семейство злаки. Ваи папоротников являются сложными листьями. Каждая тёрушка имеет, собственно, отдельный слой. На самом деле ваи – это листоподобный орган папоротников. И он существует не только у папоротников, у некоторых примитивных голосеменных. Да, тоже они бывают ваи, и их также называют эти голосеменные, называют семенными папоротниками. В принципе, ваи по своей структуре относится к плосковетке или предподбег. То есть это ещё не лист, это единая структура. То есть это не сложный лист, это единая структура предпобег или, ну, как, если хотите, можете называть единым листом. Некоторые однодольные имеют жизненную форму дерева. На самом деле это действительно так. Если вы вспомните, вы даже деревья однодольные могли видеть. Особенно люди, которые уезжали в тёплые страны. Соответственно, это у нас пальма. Пальма это у нас относится к семейству однодольных, к типу однодольных. Так, чешуя карася галогично, гомологично зубам рептилии. Чтобы понять, гомологичны они или нет, мы должны с вами вспомнить зародышевые листки. Из какого зародышевого листка у нас появляется тот или иной орган человека, ну, и у человека рептилии или рыбы. И понять, да, откуда, что у нас, откуда ноги растут, грубо говоря. Если вы помните, то у нас существует три зародышевого листка. Это эктодерма, мезодерма и энтодерма. Из эктодермы у нас, значит, происходит эпидермис кожи. Ну и, соответственно, все остальные вот эти покровные, так сказать, образования, в том числе и чешуя. Ну и производные эпидермиса. Также у нас отсюда из эктодермы берет свое начало эмаль зубов. Но зуб по своей структуре относится к двум зародышевым листкам – к эктодерме и к мезодерме. Большая часть зуба у нас представлена мезодермой, потому что дентин зубов – это у нас уже мезодермальный слой. Поэтому нет, чешуя крося не гомологична зубам рептилии. У любого брюхоногого моллюска имеется раковина. Ну, вы прекрасно помните слизней, да, слизень, прекрасная брюхоногая. Первый вредитель всех садоводов и огородников. Ну и, соответственно, у слезней у них нет раковины. Поэтому это неверно. Так. Далее. Голосовой аппарат человека и птиц функционирует аналогично духовым музыкальным инструментам. Значит, из чего у нас состоит голосовой аппарат? Допустим, человека, да, в данном случае мы будем говорить. У нас он состоит из ротовой полости, а также носовой полости, да, глотки. У птиц глотка делится на верхнюю и нижнюю, да, гортань плюс голосовая складка, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, мышцы брюшины. Это всё у нас относится к голосовому аппарату. Но главную роль здесь у нас играет, как вы знаете, голосовая складка, которая у нас состоит из слизистой гортани, которая у нас вырастает в складку. В ней содержится голосовая связка и голосовая мышца. Ну и, соответственно, проходя воздух, проходя через голосовую складку, при условии, что голосовая складка у нас видоизменяется, то сужается, то расширяется, и, соответственно, у нас происходит выброс звука. То есть речь, как таковая, которую мы слышим, у нас ртовой аппарат, да, речевой аппарат даёт. Ну а без речевого аппарата мы с вами можем выдавать звук, да, как наподобие действительно духового инструмента. То есть говорить с помощью именно голосовой связки, как таковой, мы с вами не можем. Но какие-то звуки сдавать, да, с помощью, при помощи ещё и речевого аппарата, который нам будет помогать, то действительно голосовой аппарат и птиц-человек функционируют аналогично музыкальным инструментам. Существуют ли яйца живородящие птицы? Нет, не существует. Да, и безногие позвоночные встречаются не только среди змей, но и среди амфибий и ящериц. Но вы можете, соответственно, встретить безногую ящерицу, да, это как прекрасный пример того, что среди ящериц бывают безногие представители. Отличаются они, кстати, в первую очередь глазами, да, что у ящерицы есть веки. Но это ещё не всё. Это ещё не всё. У нас есть ещё одна подборка таких вопросов. Пожалуйста, подумайте, да, и выберите правильные ответы. О, действительно, цикады, сверчки, муравьиные львы, они являются крылатыми насекомыми. Вот, допустим, и цикады, и сверчки. Вы, наверное, прекрасно знаете, что они благодаря своим крылышкам создают тот самый неповторимый звук, который мы слышим, когда идёт стрекотание цикады и сверчков. Так, при оплодотворении у яиц сперматозоиды самца растворяют известковую оболочку яйца. На самом деле, известковая оболочка, если вы помните, уже происходит, образуется после оплодотворения. Сумчатые млекопитающие обладают хорошо развитой клакой. Значит, вспоминаем, что такое клака. Клаака – это у нас расширенная часть задней кишки у птиц и у некоторых позвоночных животных, куда у нас, соответственно, попадают все выделения кишечника и также протоки мочевой системы, мочевыводительной системы. То есть у нас идёт выделение одного такого… То есть у нас не разделяется на выделение на мочу и на кал, а выходит вот такая единая какая-то субстанция. К позвоночным животным, у которых есть клака, у нас относятся в первую очередь акулы или скаты. Так, факторы свёртываемости, как и многие другие белки крови, вырабатываются клетками печени, а затем попадают в плазму. Ну, вот эти самые факторы свёртываемости – это группа веществ, которые содержатся в плазме крови и, соответственно, в тромбоцитах и обеспечивают свёртываемость крови. Факторов их много, их на самом деле 11 штук. Да, где-то вот столько, да. Сюда относятся у нас факторы, которые у нас выделяются печенью, но есть факторы, которые в печени, ну, как бы, да, не образуются. То есть не все факторы свёртываемости у нас образуются в печени. Но у нас вопрос стоит не таким образом, что все ли факторы свёртываемости образуются, да, в печени. Но, допустим, фибриноген – это он образуется в печени, соответственно, в белок, да. Потом протрамбин, он в печени у нас. Ну, то есть, да, у нас существуют факторы, которые у нас печенью проконвертин вырабатывают с печенью. То есть у нас существуют факторы, которые действительно факторы крови, вот этой свёртываемости крови, которые у нас вырабатывают с клетками печени. Только потом уже попадают, соответственно, в плазму. Эпителий слизистых оболочек меньше функционально… Эпителий слизистых содержится меньше функционально различающихся слоёв, чем эпидермис кожи. Так ли это? На самом деле, если мы будем рассматривать два эпителия, два типа эпителия, например, эпителий слизистых оболочек и эпителий эпидермиса. Ну, эпителий эпидермис – это одно и то же, потому что эпителий – это пласт клеток, выстилающий какую-то поверхность, да, или же полость какую-то в теле, полость в органе. Сюда относятся также и слизистые оболочки. Если мы берём с вами слизистую, она у нас состоит из верхнего эпителия, потом из слизистой оболочки, из мышечной оболочки, и всё это у нас лежит на серозной оболочке. Да, если мы берём с вами эпидермис, то мы с вами помним, что там у нас прям настоящий слоёный пирог. У нас идёт роговой эпидермис, у нас идёт листящий эпидермис, потом у нас идёт зернистый, шипастый, базальный эпидермис, только потом у нас идёт сама дерма. То есть, да, на самом деле, в эпителии слизистые у нас намного меньше вот этих различающихся слоёв по отношению с эпидермисом кожи. Все мышцы тела человека хотя бы одним сухожильным концом прикрепляются к костям. Вот на самом деле здесь вопрос с подвохом, потому что, в принципе, да, большинство мышц у нас прикрепляются хотя бы одним концом к кости, но у нас существует круговая мышца рта, а также круговая мышца глаза. Вот эти мышцы – это исключение. Они не крепятся к кости совсем, да, они просто переплетаются с другими мышцами. Поэтому у нас в теле существуют две мышцы, которые не прикрепляются хотя бы одним сухожильным концом кости. Соответственно, пятнадцатый вариант – он неверный. Значит, и последний – почки человека представляют собой пример саморегулирующегося органа, который реагирует на изменение артериального давления. Значит, орган, который у нас может работать в автономном режиме – это сердце. Это единственный орган, который может продолжать биться и реагировать только на постоянное давление в артериях. То есть, каким способом это происходит? Соответственно, в предсердие у нас поступает достаточно большое количество жидкости, ну, жидкости крови, да. Под давлением у нас срабатывают специализированные клетки, которые у нас находятся в стенке предсердия, и проталкивают кровь дальше в желудочек. Соответственно, в желудочке у нас также существуют вот эти специализированные клетки, раздражение на которых, вот это вот давление на которых у нас производит выброс крови далее в следующий желудочек. То есть, ситуация у нас, соответственно, такая, что сердце у нас может автономно биться независимо от нервной системы, независимо от сигналов, да, нервной системы. То есть, у нас бывают такие случаи, уже рассказывала, да, об этом, что если у нас происходит гибель мозга, да, бывает такое, что у нас вследствие какого-то травмы погибает мозг, мозг не реагирует, у нас сердце у человека бьется. Просто постепенно у нас начинается угнетание всех остальных органов человеческого тела без мозга, и, соответственно, в результате у нас все равно происходит смерть человека, да, поскольку у нас перестают работать почки, у нас перестают работать легкие и так далее, но сердце будет гонять кровь все равно. У нас есть даже такой интересный эксперимент на сердце, ну, не у нас, не у меня, не я это производила, вообще в институтах это показывают, что берут сердце лягушки, да, вот, препарации лягушки, вот его изымают из лягушки, оно еще недавно билось, и, соответственно, подают туда жидкость какую-то под давлением. Соответственно, сердце начинает сокращаться и биться, независимо от того, что он находится вне тела. Вот у нас с вами верные ответы. 10, 13 и 14. 16 ответ, ну, 16 вопрос у нас неверен. Ну, в общем, и так, одним из отличий представителей отряда аистообразной является неоперенная уздечка, участок кожи между клювом и глазом, а также неоперенные кольца, кольцо кожи вокруг глаз. Для представителей отряда журавлинообразной данный признак не характерны. Распределите птиц, изображенных на фотографиях, по этим отрядам. Особенно Г, совершенно замечательная картинка. Чего там вы увидите? Кто это? Одним из отличительных, да, признаков представителей отряда аистообразных является неоперенная уздечка, участок кожи между клювом и глазом, а также неоперенные кольца вокруг самих глаз. У журавлинообразных такие признаки не характерны. Вы думали, тут только 4 варианта будет? А нет. Вы смотрели картиночки? Вот здесь вот, если мы рассмотрим, то здесь вся, в принципе, голова у нас голая. Соответственно, здесь мы тоже видим полосу неоперенную. Здесь я, вот тут я вообще молчу. Вы можете увидеть, что здесь у нас совсем бедная птица с голой головой. А и Б, а также Е и Ж у нас относились к журавлинообразным. Все остальное у нас аистообразным. Здесь у нас исключительно хорошее зрение. При слове, что здесь у меня максимально увеличены картинки, тут, кстати, можно даже пиксели увидеть. Это вот, вы представляете, это вам надо будет рассматривать вот подобные картинки на СОШе. Но, в принципе, я считаю, что это не особо трудно. Соотнесите зоны в коре больших полушарий и их место расположения. Соответственно, зоны зрительная, слуховая, осязательная, первичная, моторная. Ну и месторасположение лобная, теменная, затылочная, височная. Это вопрос 11 класс. Такой вам небольшой подсказочку, как у нас мозг выглядит и, соответственно, как выглядят доли. В свое время, когда-то очень давно, когда мы начинали только в институте учиться, и у нас пошла анатомия и пошло вот это изучение мозга. Возможно, вам вот именно с удалями это поможет, да, так запомнить. Первый признак сильного ушиба мозга, да, головного или его сотрясения, когда человек падает навсничь на спину, например, человек подскользнулся, упал на спину, ударился головой, именно затылком, это является потемнение в глазах. То есть это первый признак, в глазах темнеет. Почему? Потому что у нас затылочная доля в первую очередь повреждается, да. Соответственно, затылочная зона у нас отвечает за зрение. Слуховая находится у нас в височной зоне, тоже также в институте. Нам рассказывали, что есть такое заболевание, очень нехорошее, которое называется эпилепсия. При эпилепсии необязательно человек будет падать, да, у него тело в судорогах будет сотрясено. Считается, что именно поэтому у него настолько яркие, такие ядовитого цвета картины. Он вот таким видел мир. У него была проблема со зрением, у него была очень сильная чувствительность к цветам. Кожно-мышечная чувствительность, да, или осязание, она у нас находится в теменной зоне. Ну и, соответственно, при повреждении головного мозга, возможно, да, частичная утрата или ухудшение того или иной, той или иной функции, да. Может падать зрение, может падать слух. Обоняние может падать. Вкусовые, соответственно, рецепторы могут полностью уходить. Так, но у человека, чтобы, да, про мозг так, в точечку поставить такую, но у человека есть одна отличительная особенность, что соседние участки мозга могут частично брать на себя функционирование потерянной части мозга. Например, когда у нас происходит какое-нибудь вырезание опухоли или кисты и, соответственно, удаление части головного мозга, люди могут частично приобретать вот эти вот утраченные навыки, да, как бы осязание, обоняние и так далее. Потому что соседние участки мозга берут на себя их функцию. То есть такие случаи у нас бывали. Конечно же, мы должны помнить, что вот такие случаи бывают при, ну, у молодых людей, когда мозг еще молодой. Да, если мы будем говорить про мозг в возрасте, когда там 70-80 лет, это уже не происходит. Так, соотнесите обозначение на рисунке А, З с названиями структур, да, ну, и, соответственно, здесь у нас потовая железа, сальная железа, мышцы, поднимающие волос, дерма, базальный слой эпидермиса, нервное окончание, подкожная клетчатка и роговой слой. Ну, я думаю, с роговым слоем будет проще всего. Это А, да, то есть самый верхний слой – это у нас роговой слой эпидермиса, который мы с вами можем, собственно, потрогать. Так, Б, что же это такое? Это у нас базальный слой эпидермиса. В – это у нас будет мышца, которая поднимает волос. Г – это мы с вами знаем, да, это у нас сальная железа. Так, Д – это у нас нервное окончание. Е – это у нас потовая железа. Так, Ж – у нас подкожная клетчатка. И З, как вы понимаете, это у нас уже дерма. Соотнесите орган и его структуру на функциональную единицу. Почка, печень, спиной, мозг, бедренная кость. Долька, нейрон, остеон, нефрон. Значит, печень – это долька, почка – это нефрон, значит, бедренная кость – это остеон, и спиной мозг – это нейрон. Я думаю, что здесь, в принципе, вы все сами прекрасно бы подставили. Так, далее. Соотнесите недостаточность фермента с симптомами, которые могут наблюдаться у пациента с такой недостаточностью. Мы, например, с вами знаем, да, что у нас лактаза. Соответственно, при недостаточности фермента у нас будет неусваиваемость молока. Соответственно, в данном случае это происходит у людей, которые не пьют молоко в течение длительного времени. То есть если мы перестаем пить молоко, у нас просто перестает, тихонечко перестает вырабатываться данный фермент. Ну и, соответственно, при недостатке лактазы у нас может происходить вздутие живота, да, ну и, соответственно, метеоризм, тошнота. Ну, те, кто прекрасно употребляет кисломолочные продукты, но при этом не может пить молоко, все вы эти симптомы знаете, да. Далее, если мы будем говорить при лизосомальной ферменте соединительного матрикса, а у нас будет неправильное строение скелета. Скелет будет просто неправильно развиваться, не симметрично. Так, далее у нас гликоген с фосфорилаза печени. Что у нас с печенью может происходить? Ну, вообще, когда у нас что-то происходит с печенью, какие-либо ферменты печени и так далее, или вообще любого другого органа, у нас орган в первую очередь увеличивается. У нас происходит увеличение органа. Также всевозможные болевые ощущения. Хотя именно печень, как показывает практика, до последнего не болит, так как там печень начинает вырабатывать всевозможные, ну, то есть увеличивается, и мы чувствуем вот эту вот боль в правом боку за счет увеличения органа. Лизосомальная мальтаза. Соответственно, здесь у нас происходит повреждение, неправильная работа, так скажем, лизосом клеток. Соответственно, здесь у нас подходит вариант 6. В общем, смотрите, мы берем с вами еще мышечный фермент, который при недостаточности данного фермента у нас точно так же будут страдать мышцы. Вот все ферменты, которые у нас выделяются и влияют на тот или иной орган, да, вот, допустим, мышечный фермент, или лизосомная вот эта мальтаза, или лактаза, если мы с вами знаем, да, что лактаза у нас связана с молоком, или вот гликоген, да, с фосфорилаза печени, это все влияет на какой-то определенный орган. То есть если мы знаем, что мышечный фермент у нас выделяется, да, должен выделяться в каком-то количестве, и недостаток данного фермента у нас вызывает какой-то ответ со стороны мышцы. То есть у нас, с одной стороны, у нас не должны идти, у нас не повреждается сама мышца. У нас мышцы реагируют, например, на какое-то действие. То есть, соответственно, если у нас мышечного фермента мало выделяется, то при какой-то физической активной нагрузке у нас с вами будет чувствоваться боль и судороги в мышцах. Ну, то есть, да, мы понимаем, что если мы знаем название тех или иных ферментов хотя бы примерно, и где они влияют, на что они влияют, и куда они направляются, мы можем на этом выехать, примерно подобрав ту или иную недостаточность. То есть здесь, опять-таки, мы можем не знать данный ответ, побочный эффект чувства боли в связи с влиянием органа на соседние ткани. Да, например, мы с вами прекрасно знаем, что, в принципе, если у вас болит с правой стороны, это у вас может болеть либо, соответственно, ну, то есть не печень, да, а, допустим, желчный пузырь, или же, допустим, в связи с тем, что там застаивается желчь, или же у нас болят какие-то соседние ткани, которые начинают реагировать на тот или иной как бы фактор. Иногда у нас, кстати, болит с правой стороны после, например, бега, и очень часто люди думают, что у них печень после бега болит. На самом деле это диафрагма у нас, да, таким образом влияет на сокращение, да, у нас увеличивается дыхательный ритм, у нас идет вот влияние, да, повышается кровеносное давление и так далее. Вот идет такой вот интересный отклик организма. Вообще анатомия очень интересная наука, потому что у нас единое тело, и оно очень интересно реагирует на те или иные болезни. И, в общем, самое интересное, что, ну, не большинство, но есть огромное количество болезней, которые тело может у нас самостоятельно излечить.